доброе утро друзья с вами владимир шемит как вы знаете нахожусь на отдыхе в отеле альбатрос акваблю 4 звезды шарм-эль-шейхи и сейчас в этом видео я вам покажу обзор питания а именно завтрака но уже в другом ресторане который называется кулина так что пойдемте в ресторан и все посмотрим как оно там есть значит иду я из своего номера в котором мы живем семьей слева у нас находится здание ресепшн также над этим знанием находится часть номеров а ресторан кулина находится немножко дальше за аквапарком сейчас я вам покажу немножко территорию ну и самый ресторан как он выглядит снаружи он находится на втором этаже и принципе мы уже кушали в этом ресторане как только мы приехали то есть мы завтракали в этом ресторане вот он видите прямо здание с куполами и такая терраса открытая и надпись кулина значит на часах 7 часов 30 минут ресторан открывается в 7 часов утра и завтрак продолжается до 10 30 утра так же самое и другие рестораны принципе это медитиран и азиатский ресторан который два в одном не знаю почему их разделяют но я увидел только одно помещение и общий общий зал где находится еда для туристов они тоже работают 7 утра до 10 30 утра кстати по погоде вот ноябрь сегодня у нас 11 ноября вообще уже очень хорошо чувствуется жара то есть но я не могу сказать что прям жарко жарко но вообще вот в майке то что нужно это как я и говорил ресторан находится на втором этаже есть терраса виды террасы сейчас я вам покажу вот такие друзья у нас виды террасы значит мы видим территорию отеля достаточно хорошо она просматривается но конечно не всю территорию мы можем увидеть потому что территория просто огроменная 400 метров в длину даже 400 с копейками метров в длину и в ширину почти 300 метров друзья в общем пойдемте в сам ресторан и посмотрим что у нас там на завтрак и так заходим в ресторан принципе тут уже немало туристов в самом ресторане давайте начнем начнем с самого начала итак первый стол показываю тут у нас йогурт и несколько видов йогуртов следующий стол у нас это фрукты это дыня это грейпфрут это апельсин это финики сам яблочки буксироты каком-то и бананы бананы тоже в каком-то сиропе тут у нас стол туристы могут сделать себе кофе растворимый либо чай это типа бар ну стандартный юпи естественно и напитки 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 газированные плюс вы можете сделать себе чего-то алкогольного но не знаю насчет алкогольного по моему по моему на завтрак алкоголь наверно не подают в этом ресторане вот на ужин здесь алкоголь есть а насчет завтрака точно сказать не могу следующий стол тут у нас тосты туристы могут сделать себе тосты дальше вот у нас хлопья и молоко горячее следующий стол это сладости египетские кстати если сравнивать с рестораном медитиран по сладостей меньше дальше у нас идет овсянка тосты в яйце сосиски двух видов картофель пюре яйца вареные и какие-то блюда из бобовых тут у нас пончики и блинчики ну и различные к ним приправы это у нас стол с колбасной и сырной нарезкой сыр который желтый мне вообще не нравится он как какой-то пластик а вот сыр пета очень вкусный вот у нас есть джем и стандартные джем и клубника инжир есть мед и еще какой-то вид джема и вот у нас стол из овоща есть у нас оливки и различные овощи морковка огурчики перец помидорчики а вон даже болгарский перец есть в ресторане медитиран болгарского перца я не видел ну и капуста и салат а тут у нас друзья готовят омлет итак друзья это был обзор ресторана и питания в отеле альбатрос акваблю который называется ресторан называется кулина соответственно смотрите значит что могу сказать в принципе обычное стандартное питание разницы между ресторанами медитиран с азиатским рестораном практически нету разве что там ну вообще можно сказать практически нету для чего нужно вот разделять эти рестораны ну смотрите друзья отель большой и туристов много особенно если это стопроцентное заполнение отеля конечно стопроцентное не всегда бывает но смотрите по состоянию сейчас на ноябрь 2020 года отель примерно заполнен на 80 85 процентов это то что мне сказал персонал отеля соответственно вот разделение ресторанов дает возможность чтобы туристам было более комфортно кушать потому что если будет огроменный один ресторан это просто нереальный гул и ну просто это некомфортно ну а когда вот так вот разделенные рестораны то есть часть туристов которые живут возле ресторана кулина идут кушать сюда часть туристов которые живут возле ресторана медитиран идут тот ресторан ну так будет конечно комфортнее само питание ну я вам уже сказал практически ничем не отличается между ресторанами поэтому тут сказать нечего по качеству но опять то же самое не с головой достаточно то есть есть омлет есть сыр фета то что мне нужно с утра обычно туристы как правило говорят по поводу такого питания что нечего кушать но я бы тогда хотел обратиться к вам кто смотрит это видео напишите пожалуйста в комментариях какое же должно быть питание какой должен быть завтрак чтобы это было нормально то есть хорошо или тому подобное потому что я видел сотни отелей я кушал во множестве из них и принципе грандиозных отличий между питанием и особенно завтраками ну практически вообще нету если это отель более менее нормального уровня я не говорю про отели совсем дешевые у которых там отдых стоит ну тур стоит 300 долларов на двоих я как бы там вообще питание просто его не должно быть но она там тоже есть конечно совсем другого качества и разнообразие но вот в стандартных пятерках четверках нормального уровня питание как правило выглядит вот таким вот образом и принципе мне кажется для завтрака этого питания должно хватить принципе каждому из туристов потому что есть и детям что покушать и взрослым вот друзья так что если у вас есть какие-то вопросы вы обязательно пишите в комментариях под этим видео я постараюсь вам подсказать на них ответы но если вы можете поделиться своим мнением если вы здесь отдыхали в этом отеле вы можете поделиться какой-то интересной информации вы обязательно тоже напишите в комментариях я это все почитаю но и не забывайте подписываться на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео жмите на колокольчик чтобы приходили уведомления о новых видео на моем канале желаю вам только самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий друзья до новых встреч пока пока